Денис, хотел бы спросить у вас про клинический пример, вот случая, когда какие-то другие методы психотерапии были не слишком успешны в работе с пациентом, а гипнотерапия, оказалось, что метод выбора и динамика была такая позитивная, существенная, богатый у вас опыт в этом плане. Ну, самая такая история, которая вспоминается, которую можно действительно отнести больше к чистой гипнотерапии, это лечение лицевых тиков, лицевых гипергенезов у молодого человека 20 с лишним лет, который прошел все, что можно по этому поводу, в том числе фармакологическое лечение, которое дало какой-то временный эффект, физиотерапия, фармакотерапия, психотерапия, но как-то без результата. И так получилось, что привела его мама, которая занимала достаточно активную позицию, как бывает, и молодой человек сомневался очень сильно, а потом так получилось, он согласился поучаствовать в создании видеоотзыва, и он там говорит, что он говорит, ну какой гипноз, что вы, 21 век на дворе, то есть это его была первоначальная позиция. Здесь я выстроил с ним правильную рамку, то есть помимо применения техник очень важна правильная рамка. Я сказал, что если ты не хочешь, не веришь, ну до свидания, я рассказал о методе, а если ты хочешь вылиться от болячки, значит найдешь время, придешь сам без мамы. Прошло определенное время, около месяца, он зазревал, он пришел сам без мамы, и мы работали достаточно интенсивно и проводили погружение, он оказался очень восприимчивым, вот то, что называется, сам нам было, да, то есть очень восприимчивым к гипнотическим техникам, и за пять сессий, в общем-то, мы справились, у него стало фактически чистое, спокойное лицо. Я также дал там, естественно, определенные рекомендации по режиму, потому что он еще вел достаточно такую жизнь социально активную, там ночные клубы, да, там кофе много, то есть я дал определенные рекомендации и дал определенную постановку на самогипноз. В этой работе мы вскрыли смысл, я считаю, что мы смогли вместе с ним понять, вскрыли смысл симптома. Это сигнализация, тревожная сигнализация, в его анамнезе были определенные травматичные моменты, связанные с насилием, с угрозой жизни, скажем так, и вот эти тики, они носили характер в моменты определенного эмоционального возбуждения этого молодого человека, как некий сигнал, вот, и таким образом поработали с подсознанием, как бы объяснили подсознанию, что сейчас у тебя совершенно другой период жизни, и нет необходимости, значит, в этих уже рудиментах, скажем так. То есть это пять сеансов, собственно, работы в гипнозе и подготовка, да? Да, и соответствующая рамка подготовка, вот она очень важна, на самом деле, этому тоже нужно обучаться. Я когда слушаю, конечно, то, что сейчас говорили несколько, ну, прекрасная такая вот метафора, это подсознание, значит, а сколько нужно динамическому психотерапевту лично сориентироваться, добраться до этих же глубин, это нужно будет 25, 30, там, 50 сессий. Вот, и самое, что очень важно, я считаю, что очень хороший пример приведет, потому что ряд симптомов, особенно поведенческого типа, такой, например, эмтикозный гиперкинез, они очень трудно лечатся другими способами. Почему? Потому что даже когда уже и, так сказать, отношения поменялись, и уже нет никакого механизма воспроизводства этих симптомов, он как бы не нужен, он просто застревает, потому что обычно, может быть, связан какой-то, значит, минимальной органической дисфункцией, еще какие-то вещи. В общем, просто привычка такого поведения, тут, конечно, вот без такого трансового подхода не справиться. Мясищев предлагал в таких ситуациях маску, если помните такой случай, когда, там, значит, на глазах у публики происходила какая-то такая целая магическая процедура, когда человека погружали в транс, используя, в том числе, между прочим, средства для наркоза, эфир, там, другие вещи, конечно, это более современный подход, который, значит, ну, может заменить это вот такие архаические, могут быть, способы. Вот, если вспомнить про мою историю, у меня тоже была история с трансовым таким воздействием. Это пациентка, которая на меня очень хорошо реагировала, и долгое время я общался с семьей, она знала, что я психотерапевт, ей нужно было помочь, справиться. Ну, она считала, что только я могу внести этот код в лечение, вот, употребление алкоголя. Женщине было больше 60 лет, вот, и когда мы с ней сели, я посмотрел, что можно делать, а там, понимаете, это цепочка настоящей работы, такой клинической, с зависимостью, это там, наверное, полтора года, понимаете, там, вот, психообразование, там, и заканчивая, там, чуть не экзистенциальными подходами, она на меня посмотрела, сказала, сейчас я вас умоляю, проведите мне трансовое воздействие. Я говорю, ей что, точно хватит? Она говорит, ну, конечно, ну, конечно, сделал краткую форму транса, прямо в кабинете, без всякого там изменения состояния, сидя на стуле, она сказала, прекрасная работа, ушла, и с тех пор пишет открыточки к Новому году, говорит, что у меня все прекрасно, у меня, значит, есть хорошая ремиссия, потому что она сама хотела, ей нужно было это сделать, она знала, что это сделаю только я, и я должен быть внушить ей, так сказать, вот такая, понимаете, смешная история такая. Она готова была. Готова, готова, ну, именно я должен был, то есть, Денис, потому что, ну, хотела, чтобы вот именно я, потому что ко мне семья, это все учили. Хорошо. В каждом из нас, насколько бы мы ни были научные, рациональные, живет вот эта искорка магического мышления, да, представителя древнего племени, и очень часто для клиента-пациента вот гипноз носит характер определенного разрешающего ритуала, определенного ритуала, и важно вовремя его провести, да, когда клиент вот нам сам эти ожидания предъявляет. А если таких ожиданий в процессе психотерапии нет, то это моя задача, в том числе, пользуясь определенной психолингвистикой, да, исследуя систему убеждений клиента, формировать эти ожидания, потому что психотерапии, по большому счету, на что мы можем влиять? Мы можем влиять на, во многом, на ожидания человека, на его представления, да, и помогать ему переформатировать свои собственные представления.